Лена, лицо, да, руки натяни. Нет, слава богу. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, мои дорогие. Неправда, это у вас такая погода. У нас зима такая. Раз и два, и три, четыре. Раз и два, и три, четыре. Раз и два, и три, четыре. Раз и два, лицо попроще. Челуешь неправильно, да? Право. Я говорю, как у себя в боговесии? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 На ноги наш фестиваль и прошедший фестиваль в сентябре 2003 года в Благовещенске с заездом в Китай, в Китайскую Народную Республику, говорит о том, что мы на верном пути, что наши первые шаги, пусть они робкие, не совсем верные, но в нужном направлении. И этого ребенка надо кормить, холить и лелеять. Вы прекрасны, как и этот фестиваль. Вы очень, как всегда, сильны. И те люди, которые создали, я имею в виду и вас, и тех людей, которые работают вместе с вами. Конечно, это очень-очень-очень хорошее событие, и в том числе для тех, кто живет здесь, но по-прежнему считает себя мурчанами. Сердечко затрепетало, потому что очень много воспоминаний, очень много чувств, и мы чувствуем те сердца, которые тут рядом сидят, и с ними очень много пройдено. Поэтому вот ребята немножко теряются. Про осень, на самом деле. Мы долго собирались с духом, чтобы сюда зайти. Ведь мы же все равно тоже из этого зала. Вы знаете, извиняюсь, мы еще пообщаемся, потому что на сцене Талызина, с которой начинался проект «Субим, не расставайтесь», который вылился в этот фестиваль. Вообще, слава Богу, что наш фестиваль жив, развивается, и больше он, мне так кажется, и, по-моему, уже об этом говорят, шагнул за границу. В такой арбин, который выстроили русские. И там так много историй. Я как-то не верю этому, и я вообще так всегда, знаешь, держусь в тени, а тут вроде как мы втроем начали все это делать. То есть вы с меня начали. Ну что, я люблю Благовещенск, правда люблю. Это родной город, я хочу туда приехать, ну, если только, конечно, удастся. Но мне кажется, немного ли меня? Ну, слова «С любимыми не расставайтесь» – это просто, конечно, понятно, чья визитная карточка. Но то, что нашему проекту «С любимыми не расставайтесь пять лет», вы в это верите? Ну, и верю, и не верю. Да, и верю, и не верю. Пять лет? Пять лет, да, как будто прям летит быстро. А вы все моложе и моложе становитесь. Ой, не надо, не надо. Мы так нежны, что слов не нужно, чтобы повторять друг другу, но, что наша нежность и наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь. Веселье час придет к нам скоро, вернетесь вы, друзья, и вот тогда, тогда дадим друг другу слово, что мы вместе, вместе навсегда. Веселье час придет к нам снова, вернетесь вы, друзья, и вот тогда, тогда дадим друг другу слово, что мы вместе, вместе навсегда. Я с дикой завистью смотрю на актеров, которым удалось участвовать уже в этом проспекте, и они приезжали все такие радостные, счастливые, их не пугало. Кто-то замерз, кто-то какие-то вообще что-то, приехали в летний клуб, тоже мне не знают географии, не знают климата, но в диком совершенно восторге. В восторге от зрителей, от организаторов, как принимают, как все происходит, великолепная совершенно программа. Так что я вот страшно завидую своим коллегам и умоляю, молю судьбу, чтобы она дала мне времечко навестить ваши края и с вами поближе познакомиться. Вот мечта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Столько красивых, счастливых людей собралось в этом зале. Я рад, что наш мэр, Александр Михайлович, я рад, что он столько собрал людей, потому что я уверен, что без команды городской администрации, без того мотора, без того импульса, что дала городская администрация, ничего не было. Поэтому я благодарен Александру Михайловичу лично. Конечно, можно большие слова благодарнее сказать Сергею Новожилову. Многожилову так можете ему и передать, потому что у него столько энергии. Конечно, я великое, большие слова благодарности нашим китайским друзьям. А есть некая доля обиды, что это произошло тогда, когда вы уже уехали из этого родного для вас города? Ну, это никакой обиды здесь нет, а есть тут белая зависть. Я знаю, что вы, когда были мэром и когда немного были губернатором, очень активно опекали нашу визитную карточку от ансамбля «Ровесники». Сердце прыгало, когда вот 45 человек выходило на сцену в Московском доме. Я сначала, понимаешь, был страшно расстроен, когда объявили, что вот сейчас выйдет руководитель ансамбля Елена Федина. Так это не Федина, это Волк. Ну, вы помните еще как Волк. Ну, конечно. Ну, понятно, мы общаемся. Мы говорим «Ровесники» подразумеваем Белоглазов, да? Безусловно, это великая самоуправляющая держава. Это ансамбль, это коллектив, где сила духа, объединение. И чувство прекрасного никогда не покидало. Там большие традиции. Я горжусь тем, что в городе Благовещенко это ансамбль. И я рад, что Александр Михайлович и его команда поддерживают эти великие традиции, которые я тоже старался поддерживать. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сегодняшняя презентация. Она в корне отличается от прошлогодних. Наверное, она более солидна, более содержательна. Во-первых, отношения вышестоящих руководителей. Это и правительство, это представительство Китая, посол Китая здесь. Это министерство культуры и так далее. То есть очень серьезное представительство. Это первое. А второе, мы сегодня увидели таких массивных артистов. Ланового, Баталова, Макарова, Лазарева, Немаляева и так далее. Те, которые нашли возможность прийти. Это очень знаково. Как Вы думаете, то, что они сегодня пришли, означает, что, может быть, они в сентябре приедут к нам? Я думаю, что да. Я думаю, что да. То есть это признание актеров такого уровня нашего фестиваля, это многозначно. Актеры сейчас ходят по зрителям. И так как такой был зрительный зал изумительный, и так принимали замечательно, что у меня кроме этих слов восхищения перед этими людьми, других слов нет. Я считаю, что там, наверное, живут замечательные люди. Руководство сказало, Боже мой, какой же мы сделали оплошность. Надо было два спектакля. Попробуйте, а не один. Да, так было много желающих. Для актеров, конечно, это большое счастье. А потом нас возили по городу, так как мы приехали позже всех, и были совсем немного в Лаговещенске. Но все-таки нас повозили, нас все показали. Да, правую культуру Александра. И мы, да, 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 нам, поэтому нам было очень интересно. И вот видите, так далеко это от Москвы, от нашего театра Маяковского, от нашей студии, Мосфиль, где мы так много снимались. А все работают в Лаговещенске. Вот как тебя принимают, этим цветом, цветом, как хотите назовите, окрашивается ощущение от всего города. И это очень важно, понимаете. Это то же самое, что можно сыграть, ну, так сказать, как-то сыграть хорошо вроде бы, а тебя не примут, не поймут. И город окрашивается в это ощущение. И наоборот, когда вдруг полное раскрытие души, восторга, аплодисменты, говорят, что почему не сделали второе, город окрашивается сразу в прекрасное ощущение. Ну, это одно странное дело. А в другое, действительно, там все так было на таком высоком уровне, сервисном и уважительном. И очень доброжелательно, и с любовью, самое главное. Нужны деньги на путешествие или крупную покупку? Мечтаете осуществить давнюю мечту? Тембр-банк решит эту задачу за вас. Кредит от Тембр-банка – это быстро, выгодно и удобно. Начисление процентов на остаток долга, отсутствие дополнительных комиссий и расходов по страхованию, возможность досрочного гашения в любом объеме. А для тех, кто получает заработную плату на пластиковую карту Тембр-банка, процентная ставка снижена. Энергия ваших финансов – Тембр-банк. Красивая улыбка – это так просто. Стоматологическая клиника «Аурико» предлагает имплантацию зубов. Приемлемые цены. Квалифицированные имплантологи. Современное оборудование. Стоматологическая клиника «Аурико». Улица Ленина, 195. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Я, когда пришел в этот зал, уже получил премию, награду. Половина обувной коробки, в которой я собирал открытки любимых актеров и актрис, сидят в этом зале. И эти половины обувной коробки живьем сидят передо мной. Разве это не подарит судьбе? Второе. Этот фестиваль, это тот знак о нашем величии, о величии нашей страны. У нас очень много уголков, необъятной земли, где люди тянутся к красоте, к культуре, к интеллигентности, к светлому. И я надеюсь, что найдутся много, или точнее другие, которые будут рождать, или точнее даже рожать, вот такие микро-мини-фестивали по всей нашей России. Дай вам всем Бог и с праздником Амурской осень на московской зимней земле. Всего доброго. Спасибо. Мы еще раз поздравляем. Вы радуетесь, когда больше появляется в России кинофорум? Лично я да. Потому что я считаю, что чем больше людей может посмотреть какие-то фильмы интересные, в торжественной обстановке, в такой, как бы, я не знаю, радостной, возвышенной, тем лучше. Потому что, на самом деле, всегда видно, в фестивале все стараются отбирать лучшие картины, приглашаются артисты, говорится о культуре. Поэтому я считаю, что это очень важно для того, чтобы люди все-таки смотрели наше кино. Поэтому для меня это всегда радость. Я знал, что вы должны были приехать к нам в сентябре прошлого года, но вот что-то не случилось. Я работала. Я работала, к сожалению, не смогла приехать. А мечтаете? Да, конечно. Очень хотела. Это вообще не безумная идея, что вот так далеко, где-то вот на границе с Китаем? Земля круглая. Нет ничего далекого. Именно Циклаково мы увидим на Амурской земле? Я надеюсь. Я очень хочу. Спасибо. Мы вас хотим увидеть. Спасибо. Вот целый год я живу этим воспоминаниями вообще и городом свободным, которого я не видела. Но когда мы ехали, сопка любви вообще. Ну что вы? Ну это фантастика. Причем я тогда поражалась. Думаю, господи, я приехала с такой даль туда. Я тут. А сейчас вспоминаю, рассказываю всем с восторгом. Земляки Гайдая не подкачали по приему? Нет, не подкачали. Не подкачали. Просто я очень-очень благодарна и довольна. И вообще, вы знаете, мне очень понравились, во-первых, вот самодеятельность. Вот я вспомнила свое детство. Вот были такие лица, такие же откровенные, такие же чистые ребята с полной отдачей танцевали. Ну, да слезь, честно вам скажу. У нас уже такого нет. Это явление стало интересным и в Министерстве культуры, и в Министерстве иностранных дел. Присутствие представителей Китайской народной республики говорит о том, что кинофестиваль действительно стал международным, и интерес проявляется. Поэтому мы уже ощущаем даже какое-то чувство страха, справимся ли мы с этим, что произошло. Но вообще-то фестиваль становится достаточно таким масштабным, международным, значимым. Вот так бы я сказал. Ну, я думаю, что это надолго. Как вы считаете? Я считаю, что да. Потому что люди нас не поймут, если мы просто так обрежем, обросим и больше ничего не будем. То есть мы попали уже, да? Мы на иглу, да. Кино России вновь у вас в гостях, обнимку с нами в город Логовещенск, а фестиваль наш песни на устах. Кино России в гостях, обнимку с нами в город Логовещенске, обнимку с нами в город Логовещенске. Кино России в гостях, обнимку с нами в город Логовещенске, обнимку с нами в город Логовещенске. Кино России в гостях, обнимку с нами в город Логовещенске, обнимку с нами в город Логовещенске. Кино России в гостях, обнимку с нами в город Логовещенске, обнимку с нами в город Логовещенске. Кино России в гостях, обнимку с нами в город Логовещенске. Кино России в гостях, обнимку с нами в город Логовещенске, обнимку с нами в город Логовещенске. Кино России в гостях, обнимку с нами в город Логовещенске. Кино России в гостях, обнимку с нами в город Логовещенске. Кино России в гостях, обнимку с нами в город Логовещенске. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Играй, скрипач, играй По тому любви в ночи Играй, скрипач, играй Надо мной небо хмурое в просе Играй, скрипач, играй Мою пустую осень Будет Амурская осень? Да, я могу теперь, наверное, уже сказать с уверенностью, что будет. Мы сегодня встречались с губернатором Амурской области Леонидом Григорьевичем Коротковым и вместе с начальником областного управления культуры Ирины Игоревне Зубовой в кабинете у губернатора и обсудили уже конкретные планы подготовки к Амурской осени третьего созыва, если можно так сказать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. А если расстаетесь, то доверяйте их Дембербан. Соматологи могут решить любую проблему с зубами. Лечите зубы с удовольствием. Улыбайтесь чаще, Аудика. Субтитры подогнал «Симон» 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 Мы наметили план действия. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Допустим, в городе основные мероприятия, а, например, в Белогорске или в Тынде не основные. То есть, вот, к примеру, в этом году привозили спектакль Крючковой. Его привозили в Тынду. Нельзя сказать, что он стал не основным мероприятием, потому что это, ну, можно сказать, такой бенефисного плана спектакль двухчасовой, очень интересный. И все, кто был в Тынде, его посмотрел, они, может быть, его считают даже гвоздем мероприятий, которые проходили. Поэтому здесь очень важно, чтобы были мероприятия примерно равного плана и в Белогорске, и в Свободном, и в Райчихинске, чтобы охватили и районы. Вот, наверное, это самое главное. И это, наверное, и есть основное. Конечно, да, где позволяют кинотеатры проводить фестивали, современное оборудование, да, это в Благовещенске. Но, тем не менее, есть ряд кинотеатров, которые находятся и на всей территории области. Я думаю, что и туда можно выехать. И для людей, которые живут там, основные мероприятия будут как раз именно там, чем покупать билет, ехать в Благовещенск, ждать, купишь-не купишь, попадешь-не попадешь, ночью как-то добираться отсюда, либо где-то ночевать. Поэтому хочется, чтобы, конечно, здесь была зрительская аудитория не просто города Благовещенска, но и области. ПОДПИШИСЬ! 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 П В Харбин была встреча в Серышево с летчиками, и вот там прозвучала песня, была премьера песни, сегодня она звучит второй раз, песня на слова Бокова Виктора, а музыка Шаинского, называется она «Самолетик судьбы». Уносил мои печали, самолет за облака, с небесами обвенчал он мое сердце на века, но летел не отставая, шлейф избывшихся надежд, о себе напоминая из-за облачных одежд. Самолетик судьбы, самолетик судьбы, что бы ни было там впереди, принеси меня сквозь солнечные нити, самолетик, ангел мой хранитель. Принеси меня сквозь солнечные нити Самолетик, ангел мой, хранитель Все, что ложится на душу, все, чему отвечает душа с каким-то стрепетом, с волнением, с отзывом каким-то, вот мы его и поем. Или романсы поем, всякие шуточные, военные песни, потому что я ж дитё войны. Мне было 4 года, когда война началась, и 8, когда она кончилась. И я жил, все работали, я сам сибиряк из Сибири, из Новосибирска. И всё своё детство я провёл с этим, с репродуктором. И вот всё, что оттуда шло, я все песни военные с тех пор, до сих пор помню, я их нашёл какие-то уже потом, и с удовольствием поём. Кроме того, как известно, следующий год знаменателен ещё и тем, что это годовщина 60-летия Победы, Великой Отечественной войне. И осень, время её проведения, это ещё одна великая годовщина, это русско-японская война. И таким образом мы могли бы вот таким знаменательным событием украсить это празднование. После встречи с Сергеем Владимировичем Новожиловым стало ясно, что, в принципе, и Амурская осень была бы с радостью настроена в целом на область, а не только на город Благовещенск. Но и самое главное, это позиция, конечно же, Леонида Викторовича, который, можно сказать, что первый выразил интерес в этом фестивале. И именно в этом фестивале для зрителей области и для ветеранов. То есть здесь можно продумать о самых разных формах. Если мы даже вспомним 1995 год, когда ещё не было осени, то к этому знаменательному дню, к 9 мая, тогда это весной, приезжали очень маститые артисты, которые делали бесплатные концерты для наших ветеранов. И вот в настоящий момент, когда дано губернаторам задание сформировать оргкомитет осени, новый, как раз подумать о каких-то новинках в программе Амурского кинофорума, как раз и есть возможность придумать какие-то мероприятия именно для наших ветеранов, которые вы могли увидеть вживую того же Ланового, героя фильма «Офицеры» и вообще автора очень многих удивительных ролей и работ в кино. Поэтому я думаю, что как раз будем ориентироваться наше сестилетие победы, на тех актёров, которые создавали образы русского советского солдата в кино. Ну а ты там далеко, помнишь ли меня? Помнишь, помнишь, поцелуй, поцелуй, не сброшенный, как приезжала солнцем снег ранняя весна. По снегу, март, по снегу, да-да-да, смеётся солнцем над зимой, и теперь, тебе я снова еду, и кубинцы играли по сутбой, и кубинцы играли звонку по сутбой. То, что область принимает участие, это лучше для кинофорума? Финансово? Мы пока не обсуждали эти стороны, только наметили, обсудили все возможные организационные и финансовые стороны вопроса. Естественно, Министерство культуры, Федеральное агентство будет активно принимать участие. Я надеюсь, что руководство области тоже подключится к решению организационных вопросов проведения фестиваля. Что касается, опять же, взаимодействия города и области, наверное, оно будет постоянным, потому что фестиваль, всё-таки, основной частью своей программы будет проходить в городе, в Благовещенске, естественно, и конкурс фильмов, и конкурс спектаклей. Но, как я уже сказал вначале, охват событийный будет шире, и мы надеемся, что больше городов области будет охвачено. Сейчас ситуация город-область, это когда, я думаю, что деятельность областных учреждений, которые будут заниматься подготовкой к фестивалю, будет дополняться деятельностью городских учреждений. То есть, мне кажется, это как раз тот вариант, когда надо именно скооперироваться и работать в этом направлении. Но основная линия, конечно же, будет за областью. Были сомнения, что кинофорума больше не будет? Вы знаете, как ни странно, нет. Я считаю, что кинофорум – это очень важная культурная программа. Я бы так сказал, программа – это не просто некий фестиваль. Она касается всех сторон культурной жизни. Мне кажется, что понимание – это было у всех. Я знаю, что разные отношения были у разных политиков, но то, что кинофорум нужен, и городу, и области – это было понимание всегда у всех абсолютно. А финансирование федеральное также будет? Да, будет и финансирование федеральное. Я этому обстоятельству рад. И то, что мы потратили не впустую эти два года, и то, что Министерство культуры и массовая коммуникация нас поддерживает, и федеральное агентство по кинематографии нас поддерживает. Это очень важный фактор. Потому что, конечно, если бы не было этой поддержки, я бы, наверное, даже не осмелился переложить на плечи города и области все проблемы, связанные с организацией форума. Потому что было бы несправедливо просто приезжать за счет областного бюджета или городского бюджета. Это неправильно. Поэтому и расходы, они складываются, конечно же, и из московской части, и нас будут финансово поддерживать и Министерство культуры, повторюсь, и федеральное агентство, и спонсоры московские, которые мы ищем. Но, естественно, мы обсуждали сейчас на встрече и вопросы возможного участия местных спонсоров и организационной поддержки со стороны администрации области. Я надеюсь, что в дальнейшем мы обсудим эти вопросы из городской администрации. Держи фасон Что бы ни случилось И если снова долгой ночью ты одна Держи фасон И если не сложилось Пусть даже за спиной злобно Шепчут, шепчут, шепчут Держи фасон От газет не высыпаюсь От забот горю И сама себя пугаюсь В зеркало смотрю Снова ночью Соблазняет нежный телефон Ну, хоть ты лопни, хоть ты тресни Но держи фасон Держи фасон Что бы ни случилось Что бы ни случилось И если снова долгой ночью ты одна Держи фасон О, если не сложилось Пусть даже за спиной злобно Шепчут, шепчут, шепчут Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь А если расстаетесь Доверяйте их Дембербану Соматологи могут решить любую проблему с зубами Лечите зубы с удовольствием Улыбайтесь чаще Аудика Субтитры создавал DimaTorzok 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 В отличие от московских и питерских актеров Наши не могут позволить себе Дорогостоящие гастроли и участие в фестивалях Именно с финансовой проблемой Они обратились к председателю Союза театральных деятелей России Александру Галягину Без гастролей, без этой живой воды Без этого живого ручейка Театр хереет И какие бы критики сюда не приезжали Какие бы фестивали мы не организовали Все равно очень важно все-таки Приехать, показать Чтоб тебя обсудили Недостаток средств Проблема не только удаленных провинциальных Но и центральных театров Говорит Александр Галягин Чтобы ее решить По его мнению Нужно разработать механизм меценатства и спонсорства Чего у нас пока нет Поскольку получение денег из Министерства культуры Процедура долгая А вот на предложение в будущем Для мужских актеров проводить Обучающие семинары Он отозвался положительно Так же как и на то Чтобы держать связь с нашими театрами Мне кажется нужно было бы Зажить все это И встретить Сойтись вместе И очень встреч много Чтобы было и с актерами московскими Чтобы какие-то были мастер-классы Какие-то У нас на репетиции побывали И поговорили Мне кажется А вот это мы не учили Я бы или еще кто-то из актеров Провел Я не знаю Ну какая-то беседа В мастерстве Или связано С какими-то своими То что называется Со своей кухней Поделиться С другими актерами И так сказать Вот этот обмен Час-два Это хорошая идея Естественно Это тоже новинка И я думаю Что это вызовет Достаточно большой резонанс Поэтому Самое основное Это Расширение фестиваля На диапазон области Чтобы сюда были подключены Все города и районы Далее Это посвящение Шестилетия Победы И естественно Основное внимание ветеранам Основной акцент на ветеранов И мероприятия для них И третий момент Это проведение мастер-классов Это плюс Для нашей творческой аудитории Для наших Профессиональных актеров Режиссеров И так далее Ну и естественно Большой плюс для жителей области На все вопросы Я открыто отвечаю Что наша жизнь Игра И кто же с тобой виной Что я увлекся Этой игрой И перед кем же Мне извиняться Не уступает Я не смею отказаться И раз в мой талант И мой душевный жар Не заслужили Скромный гонорар Пусть бесится Ветер жестокий В тумане Житейских морей Белее твой парус Такой одинокий На фоне Стальных кораблей И согласитесь Какая прелесть В мировом яблышко Попасть почти не целясь А ревизор Напор Изящный поворот И прямо в руки Все в ряду и плотно О, наслаждение Скользит по краю Замрите, ангелы Смотрите, я играю Моим грехом Разбор Оставьте До поры Доцелите Красоту Пусть бесится Ветер Ястокий В тумане Житейских Моим грехом Делет мой парус Такой одинокий На фоне Стальных кораблей Прежде всего Я думаю Что следует Будет подключить Профессиональных Организаторов Таких мероприятий Это наша Амурская областная Филармония Директор филармонии Имеет огромный опыт В приглашении артистов В организации Фестиваля И естественно Опыт самого Сергея Владимировича Новожилова Который Исчисляется Десятками-десятками лет По организации Фестиваля И конкурсов Также сюда приложится И поэтому У нас есть все шансы Стать еще более Звучающим Более качественным Фестивалем Площадки Новая площадка Которая достраивается Будет использована? Я думаю Что да Прежде всего Там интересен зал На 1035 мест И будут очень Интересны И окружающие Пространства То есть Холлы Вестибюли Рекреации Вы уже начнете Вести переговоры С артистами С участниками Будущего киноприятия? Чуть позже Я думаю Где-то примерно На феврале Потому что Так рано Никто планов своих Не знает И плюс Еще многие Фильмы Находятся В производстве Но С допустим С театральными Труппами Антрепризами Поскольку мы Собираемся Сохранять этот проект Конечно Переговоры Мы будем вести Если говорить О количестве мероприятий И о финансовых затратах Во сколько раз Все это увеличится? О финансовых затратах Мы не говорим Что это увеличится То есть Мы с Сергеем Владимировичем Как говорили Что это не увеличится Финансовые затраты Что касается Самой программы Мероприятий То это уже будет Ну скажем так Ясно Где-то в феврале В марте Ориентировочно Когда Вот Сергей Владимирович Планирует Организовывать Презентацию Кинофорума Да В Москве В Храме Христа Спасителя И Тогда уже будет Более-менее ясно Сейчас пока Это больше будет мероприятий Все равно Да Ну то есть Уже Во-первых Мы говорим О мастер-классах Которых не было А что значит Мастер-классы Для актеров Одни мастер-классы Для режиссеров другие Допустим Для художников Это третий Для дизайнеров Это четвертый Для продюсеров Это пятый То есть здесь На одних мастер-классах Программа может Очень значительно увеличиться А это очень ценно Потому что Допустим На каждом мастер-классе Могут присутствовать От десяти и более человек А это значит Что Люди Приехавшие Даже из области Допустим Представители Тындинского Муниципального театра Они получат возможность Развивать свой Профессиональный уровень То есть Вот это уже Образовательное наполнение Оно уже само за себя Говорит Что это будет Более насыщенной В плане программы А что касается Отдельных Основных мероприятий Ну вот предполагаем Что обновится Сам состав людей Которые сюда приезжают Это и актерский состав Обновится И режиссерский Естественно будут новые фильмы Что касается Программы В Китайской народной республике То скорее всего Эта программа будет Но по опыту Прошлого года Планируется Что китайская сторона Возьмет расходы на себя Потому что 2005 год Это год Китая Год России в Китае А 2006 год Год Китая в России Поэтому Я думаю Что и эта часть Тоже будет выполнена Что касается Более конкретных мероприятий То Сергей Владимирович У нас будет Постоянная связь Когда за это Возьмется Алексей Геннадьевич То тут будет Еще более конкретное Предложение И я хочу сказать Что и у творческих людей У творческой интеллигенции И города Благовещенской И Амурской области Есть масса предложений Для включения Программы фестиваля Масса Потому что им Как профессионалам Это все Значительно виднее Играй, скрипачий, драй Пусть счастье былое плачет Играй, скрипачий, драй По новым любви и улачет Играй, скрипачий, драй Надо мной небо хмуряя в просе Играй, скрипачий, драй Марио, пустую осень Судьба, гениальный игрок Ее обыграть непросто Подарились свыше урок Ничит королей на подмостках Но быть нам до ночи Тонотой Но быть нам до ночи Тонервом Я осень пою чей-то скрипкой Но верю, что скрипкой первой Играй, скрипачий, драй Пусть счастье былое плачет Играй, скрипачий, драй По новым любви и улачет Играй, скрипачий, драй Надо мной небо хмуряя в просе Играй, скрипачий, драй Марио, пустую осень Играй, скрипачий, драй Играй, скрипачий, драй Играй, скрипачий, драй Надо мной небо хмуряя в просе Играй, скрипачий, драй Марио, амурсу ёрси Играй, скрипачий, драй Играй, скрипачий, драй Играй, скрипачий, драй Продолжение следует...